Музыка Наша сегодняшняя встреча посвящена модели подготовки инженера. Наверное, немножко амбициозна модели, скорее всего, некие подходы к построению модели. А что же это за продукт передовых инженерных школ? Задают вопрос, о чем не хватает Баумска. Выпускаете нормальных инженеров? Здесь тоже выпускают. Зачем? Что еще вам надо? И хочу сразу сказать, что такого единства мнений в Баумском университете и в других тоже. Я недавно был в Новосибирске на выставке технопром, там выступал, вел стол компетенции системных инженеров. Вы знаете, нет, не то чтобы некого консенсуса, пока еще вектора немножко расходятся. Начну я с того, как это эволюционировалось. То есть, что же происходило в императорском, московском техническом училище? Да. Все хотят обратно вернуть название училища. Восемь лет готовили инженеров. Восемь. Шестнадцать семестров. Последние три семестра – это специальные проекты. Четырнадцатый – это вся теория проекта. Пятнадцатый – технологии, конструирование. И, наконец, последний – защита. В то время защищаться можно было, в общем-то, в разное время. И позже. Ну, пока не сделал человек проект, ну, а что его защищать? Никто никого не выгонял. Более того, люди могли выйти, студенты могли выйти из процесса, заниматься производством, потом обратно вернуться. А все предыдущие семестры изучались. Мне очень нравится это слово. Не науки инженерные, а инженерное искусство. До сих пор идет дискуссия, является инженерное дело наукой или нет. Основная концепция тех времен подготовки инженеров или модель – это универсальный инженер, который мог работать где угодно. Причем сравнительно большой объем часов был посвящен, ну, так скажем, экономическим дисциплинам, там, статистике, коммуникациям. Я о языках не говорил, это уже само собой разумеется. То есть, это человек, который мог выйти и, по сути дела, работать в любой отрасли, и примеры этого есть. Вот такая концепция. Нужен ли сейчас универсальный инженер? Вопрос. Ну, изменения тех времен, конечно, несопоставимы с нынешними. Технологии оставались длительное время, в общем-то, консервативными, неизменными. Двадцатые-тридцатые годы. Вот, понятно, в России индустриализация. В общем-то, и Европа, если взять, ну, и страны, идет такой бурный рост научно-технического прогресса. Многие открытия изобретений тех времен до сих пор еще остаются в активе. Пришло понимание того, что, наверное, универсальных инженеров мы не можем так долго готовить. Нужны специальные инженеры. И вот тогда, в тридцатые годы, произошло выделение или появление специализированных институтов. То есть, будем готовить инженеров по конкретной области. Ну, в частности, вот из нашего университета, если посмотреть на его дерево, Баумского, да, в то время, появился в тридцатом году энергетический институт, выделился Московский авиационный институт, станкин и так далее, и так далее. То бишь, и отрасли стали создавать свои специализированные институты. То есть, пошло в направление специализации. Ну, что плюсы и минусы этого дела, да. То есть, здесь, опять же, концептуально. Готовить фундаментально и широко, либо узко и глубоко. Постоянные дискуссии. Но чему это привела глубокая специализация в подготовке инженеров? Да, плюс они хорошо знали проблемы в отрасли, работали со своими предприятиями. Но когда решаются задачи отраслевые, это вполне приемлемо. А когда появляются задачи комплексные, системного характера, то такая специализация играет или имеет негативные последствия. Проще говоря, произошло непонимание при взаимодействии выпускников разных вузов в разные базы, они в взаимодействии друг с другом очень плохо понимали и терминологический, и методологический подход. Поэтому такие крупные проекты, вот уже 60-х, 50-х, 60-х годов, связанные с ракетно-космической отраслью, выявили вот эту проблему, недостатки глубокой специализации специалистов отдельных вузов. При реализации крупных совместных проектов приходилось тратить огромные усилия на их координацию, взаимодействие и продвижение вперед. Посмотрим, что же дальше происходило с подготовкой инженеров. А вот как раз, если у нас это практически реализовывалось союзом генеральных конструкторов, то идеология системного проектирования, она параллельно практически, ну, может быть, лет на 10 раньше зародилась в Америке. Ну, как это, зарождение, это условная дата, мысли-то всегда возникают раньше. Это как раз был проект, мощный проект баллистической ракеты «Поларис», ну и лунная программа. Это 50-е, 60-е годы. Примерно же в это время разрабатывались наши программы по запуску спутников, запуску человека, и нужны были инженеры системного компетенции, как в современной терминологии. Они на практике реализовывали проекты, но подготовки этих специалистов по такому направлению не осуществлялось. Ну и после обобщения практики системного проектирования вышла книга первая, считается «Гуда и Макуласи. Системный инжиниринг». Вышла под руководством, переводом профессора Темникова «Подготовка инженеров по системотехнике». И что любопытно, уже спустя небольшое пару-тройку лет начали образовываться кафедры системотехники в технических вузах. Вот этот всплеск интереса, рожденный успехами, в том числе в ракетно-космической отрасли, в то время передовой, способствовал созданию кафедры. Но я не знаю, почему. Лет прошло, лет 10, и все они закрылись. Дальше обучение стало происходить по направлениям углубления конструкторской технологической составляющей в инженерных вузах. И системщики пересли автоматизированные системы управления, ОСУ и прочие вещи. Но чисто в приложении к техническим делам. Вот так двигалось. Вот уже тогда появился шанс, можно было начинать выпуск специалистов по системному проектированию, о компетенциях которых я чуть ниже скажу. И, конечно, это было существенным вкладом в современную модель подготовки инженера. Ну, что было, то было. Как назывались кафедры? Кафедры, занимающиеся проектированием. Кафедры конструирования, то есть готовят конструкторов. Затем пришло понимание, что конструкторов многие могут готовить. А вопрос не только в конструировании, а в проектировании. То есть увязка с целым рядом других компонентов, производственных, технологических и так далее. И кафедра переименовалась, чтобы соответствовать имену. Называется кафедра проектирования. В последнее время пришло понимание того, что и просто проектирование недостаточно, нужно системное. То есть увязка как с техническими компонентами, так и с компонентами рынка, экологическими компонентами, гуманитарными компонентами и всего остального. И сегодня это кафедра системного проектирования. Вот так лет за 35-40 произошла эволюция. Но надо сказать справедливости ради, что и в технических университетах, в большей степени я был связан с германцами, с немецкими университетами, очень, тоже достаточно консервативно, малый объем дисциплин системного проектирования читается по разным причинам. Одной из основных причин нет специалистов, которые могут читать, курсы вести. Потому что без практической деятельности такой специалист мало ценен. В основном читают у них совместители ЕАСА, Европейское авиационно-космическое агентство. Более того, я уже в начале сказал, еще раз повторюсь, пожалуй, что подготовка инженеров нового профиля это инженеры, умеющие создавать технологии, изделия, неважно любой продукт, услуги, сервис в рамках взаимодействия, междисциплинарного взаимодействия с представителями других кафедр, ну или других специальностей шире, это совсем другая компетенция, умение работать в проекте, умение его продвигать, доводить, ну может быть, если не до окномерциализации, что, конечно, хорошо было бы, то уж, по крайней мере, до заинтересованности неких инвесторов в этом деле, что в отличие от традиционной подготовки инженеров, кроме специальных знаний, нужны и правовые знания, знания в области управления, очень важны коммуникационные компетенции и человека здесь, то есть гуманитаризация, гуманность или учет гуманистических аспектов при проектировании техники. Это не только эргономика, это и целый ряд других вещей. То бишь, мы видим в наборе или области знаний, которые должны охватывать при подготовке системного инженера, вот в новой модели или инженера нового типа, эти области должны сформировать некий набор компетенций, это не полный набор основной компетенции системного инженера, которые, конечно же, должны уметь управлять требованиями преподавателей технических вузов. А чем управление требованием отличается от обычного ТЗ? Всегда формировали технические задания, да, но вопрос, кто ее формировал? Заказчик формирует, ну, вернее, так скажем, зачастую тебе говорят, вы нам напишите, что нам надо, мы потом скорректируем. Управление требованием – это коллективный продукт, в котором участвует целый спектр заинтересованных сторон, они не только заказчик, исполнитель, это и государство, и общество, и экология, и так далее, и так далее. Конечно, мы можем включить в курсы дисциплины, формирующие соответствующие компетенции. Дисциплину мы включим. Теперь начинается процесс реализации, учебный процесс. Уже само слово учебный процесс нам говорит о чем? Что сегодня мы готовим, мы, я имею в виду технические вузы или направления технические, готовим по концепции процессного подхода. Есть учебный план, да? Он реализуется во времени и пространстве. Отчитали дисциплину. То есть, если человек успешно, ну там даже на троечке, прошел все этапы учебного процесса, он получает на выходе тепло? Получает. Ну, либо домучит, добьет, будет ходить, там конячить, да. То есть, получается, что какие бы мы компетенции сегодня не приписывали, повторяю, здесь это моя позиция, мой взгляд, просто их реализовывать в рамках процессного подхода, но если не бессмысленно, то как минимум малопродуктивно. Что делать, на мой взгляд? Надо изменить, перейти от процессного подхода к проекту. Но слова-то простые. Был процесс, теперь стал проект. Вопрос. Кто будет вести проект? Есть набор проектов, которые технически ведут кафедры. Мы должны собрать, составить команду, которая будет в течение двух лет вести этот проект и на выходе защищать его как близкий к реальному, в лучшем случае реальный. Обязательно этот проект должен быть привязан к предприятию. Вопрос. Кто будет руководить? Кто будет руководителем? Какая кафедра? Мы говорим, ну, нет здесь понятия основной кафедры. С одной стороны, вроде как та, которая ведет технический проект, от него все остальные притянуты. Они говорят, так у меня же есть еще в учебном плане НИРС научно-исследовательской работы, проекты свои. Что с этими делать-то, с вашими? Отсюда следующий вопрос возникает. Если они разойдутся по проектам, подготовка, что происходит? Тогда группа, у нас сейчас учетная, планово-учетно-контрольная единица, где учебный план есть, мероприятия выполняемые, контрольных мероприятий. Мы говорим, успеваемость группы, количество троек, на группу. То есть, вообще, она получается, как таковая группа учебная при проектном подходе, она теряет смысл. Любой проект обладает целым рядом рисков. Есть технические риски. Начали делать, ну, вот, скажем, ситуации, когда ряд проектов сегодня тормознулись у нас из-за невозможности поставки оборудования и порошка там немецкого, и оборудование зарубежное, и все остальное, все сдвигается. Человек сидит в проекте, ну, и аспиранты, тоже, кстати, участники этих, пишут, они так же привлекаются. сдвигается проект. Ну, что, давайте просто выпустим и все, заклухнут. А почему нельзя сдвинуть? Ну, потому что, еще раз повторяю, вот этот процессный подход не позволяет это делать. Более того, физкультуру не сдал, вовремя, вот, все, до свидания. Совершенно очевидно, что подготовить инженера высококлассного нельзя без фундаментальных вещей. Поэтому кафедры, я условно называю, физики, химии, теоретические механики и так далее, которые практически мало что меняются в основаниях, вполне могут быть как отдельные единицы кафедральные, базовые, да. А вот уже вопросы специализированных кафедр, вопрос, насколько они нужны, потому что специализации меняются. И тут я обращаюсь к опыту, опять же, Бамонска, вот такой известный Владимир Григорьевич Шухов, да, ну, мы знаем башни Шухова, мы знаем ГУМ там, да, мы знаем его трубопроводы основное, да, не зря Лукойл поставил памятник у себя Шухову, они благодаря этому живут, да, нефтедобыча, нефтепровод Баку-Грозный и многие-многие другие вещи, корабельные установки, котлы Шухова, ну, и все такое, да, вот, как Шухов рассчитывал и строил свои уникальные сооружения, логорифмическая линейка, музей, логорифмическая линейка, не все студенты помнят, хорошо, у нас тоже учили, первый год нас обязательно мы считали на логорифмической баунской заканчивали, да, у кого была ГДРовская, ну, вообще класс, такой запах приятный был, потом, я помню, первые годы, а лихомометр, это средство автоматизации, мы набрали, мы быстро просчитали, потом, помню, у нас уже вот на третьем, четвертом курсе, после 100 лет, заработали, купили машинки электроника, издавали, причем так, распределили работы, ты телеводинамику сдаешь, пишешь, вычитаешь, помогало, помогало, потом появились болгарские, ГДРовские и так далее, компьютеры, быстрые печатные машинки и остальные, и так все шло, но что, вот это сопровождалось резким улучшением технической области, чем больше компьютеризации, тем хуже дела в технике, ну, давайте посмотрим, что у нас есть, поэтому, я к чему говорю, может быть, специально заостряю, что не надо поддаваться, вернее, надо идти в ногу, только находить правильное место, и сегодня у нас отчет там, ректора, произошли переподготовку по цифровой трансформации, там, 700, 900, тысячу студентов, ничего не прошли, освоили вот эти компьютеры, это не есть цифровая трансформация, это есть средства автоматизации, и я ни в коей мере не против, наоборот, за, мы пользуемся все этими вещами, но каждому должно быть свое место и понимание, какую задачу решает эта вещь. Сегодня, еще раз повторяю, это средства, высокопроизводительные средства автоматизации расчета, как всякое высокопроизводительное средство, оно несет на собой колоссальные риски, потому что в эти цифровые могут входить кибератаки, все остальное, и приводить к колоссальным нарушениям, что тоже нужно учитывать. Я почему вот немножко остановился более подробно в модели подготовки, давно в УЗИ работаю, давно живу, я все хорошо помню, были периоды у нас, химизация была, электронизация была, была гепизация, гепки производственные системы, были подобие систем современных, упровожденным циклом электронным и так далее, то есть вот этих измов, теперь цифровизация, и это переживем. Я всегда задаю вопрос, а чем вас аналоговые устройства не удовлетворяют, почему надо цифровые, а не воспользоваться аналоговыми устройствами? У меня в кабинете стоит кофемашина старая, аналоговая, когда вы можете поворачивать себе сколько хотите, ну степень, воды, температура, сейчас же как кнопки, такой, такой вариант. Вот когда дискутируют преподаватель, я говорю, вам какой, ну какой, такой или сякой, нет, я могу вам комбинацию сделать сейчас, красиво, целый широкий набор, вот это аналоговая вещь. Таким образом, новые инженеры должны знать возможности этих средств автоматизации, и очень важно понимать риски. Сегодня встает вопрос, скажите, вот надо ли студента учить начертательной геометрии черчению? А зачем? Есть у нас вот каткам, да? Сидишь, рисуешь, красиво, хорошо, ну, нереалистично заодно, нереализуемо, но красиво и замечательно. Ну вот как раз и черчение, начертательное, это те вещи, которые формируют совершенно уникальные компетенции, компетенции пространственного мышления, потому что у нас сейчас лабораторные работы идут в дополненной виртуальной реальность, можно проектировать, маски надевают, собирают элементы, все красиво, а где продукты-то конечные? Ну, это вот красивые все картинки, а реальные продукты, они гораздо ближе. Так вот, и начертательная геометрия, когда я спрашиваю студента, вот в чем наука? Это величайшая наука, это наука отображения объемных фигур на плоскости. Я за то, что вот такие кафедры, их надо оставлять, фундаментальные вещи, там должен быть стабильный состав, там редко что меняется. Что поменялось в сопроматике? Да ничего, собственно. Что поменялось в технической механике? Ничего. Ну так, по большому счету. Это те вещи, которые формируют инженерное мышление, которые годятся как для проектного подхода, для любого подхода. Поэтому там это все нужно оставить, на мой взгляд, неизменным. Насколько быстро это можно сделать? Не будет быстро. Как мотивировать? Как мотивировать преподавателей? Но самое важное, как мотивировать студента? Я сейчас буду говорить, чтобы не наговорить на другие кафедры, хотя у них тоже самое. Первый курс более-менее. На втором курсе из группы 10 человек примерно треть. Так меняется, да. Из просьбы перенести занятие на 17.40 или попозже. Почему? Работают. Я опрос проводил среди вот наших. Вот за сколько бы вы стипендию, за какую стипендию не бегали бы на работу, а занимались, то есть не подучивались, а подрабатывали, то есть наоборот. Начиная с 40 до 55 вполне бы устроило. Они бы занимались проектом, никуда бы не бегали. Я получал 55, у нас 15 за оборонку было, за спец, за секретность. 40. Хорошо учился, там было 62, 70, чем-то, да. Аспиранца 110. Ребенка родил даже за эти деньги. То есть я мог вполне содержать. Это примерно на эквивалент умножке все, 40-50 тысяч, вот примерно так. Почему не дать? Проекты, вот иначе, ребят, то все это развалится. Почему не дать? Денег, как у дурака-махорки в стране-то, очень много денег. Ну, посмотрите, целый ряд проектов, совершенно бессмысленных, реализуются. Наши деньги есть. Дайте их, дайте их студентам. Советская жила сдавала, я не подумал, что там все было замечательно, но мы не бегали. В аспирантуре я не мог вообще работать где-то на стороне, кроме НИРа и обучения. Не давали тебе справку на работу. И теперь вот про кафедры. Это переход в центры компетенции. То есть должны, вместо кафедры, условно называемый центры компетенции или каким-то другим образом, где есть люди, способные участвовать в этих обучательных научных проектах других кафедр, и вообще университета в целом. Потому что университет, он как-то атомизирован. Я удивился, очень благодарен программе ПИШ, когда мы начали собираться разные кафедры, разных факультетов, ходить друг к другу, смотреть, что есть. Ну, понятно, экономика, это значит, что там снять компьютеры и все, а вот на других кафедрах уникальные вещи. Мы вообще начали понимать, кто же чего делает в университете. Как говорится, читать друг друга, общаться друг с другом. Оказалось, интереснейшая вещь, интереснейшие занятия, позволяющие такие синергетические вещи делать. То есть, это уже как минимум польза от ПИШ. А что, что делается на других кафедрах, других факультетах, ну, этим же никто в университете не занимается, чтобы все знали, кто чем дышит. Да, это так отдельные все вещи. Ну, и я уже говорил еще раз, вот сейчас в ПИШе, в Баунском ставим задачу, ну, что-то типа, не то чтобы деканата, не повторять этот процесс, а выделение КЦП, контрольных цифров приемов, не на кафедры, на ПИШ. То есть, это не будут студенты кафедры. Сегодня вот у нас есть хорошие, толковые ребята, придумывают самого разного рода вещи. Сейчас один из магистров по программе, правда, сейчас еще одну программу организовал, высокотехнологичное социальное предпринимательство, ну, чешется, все время хочется что-то такое интересное. Вот он придумал оперативную диагностику, диагностику мужской урологии. Во всех местах расставит, там и химия, и это. Придумал прибор. Наш выпускник, бизнес и менеджмент, вместе с ребятами БМТ, биомедицинских технологий факультет, плюс они взяли откуда-то еще медики, химика. Вот они соорганизовали такой стартап. Задача его поставить в общие центры доступа, ну, типа, одно окно и так далее. Бесплатная диагностика, а дальше рекомендации в платные, такая бизнес-модель, в платные. Чего им нет, чего не хватает? Не хватает инвестора. То, что институциональные инвесторы, ну, типа, там, сколько все, они говорят, ну, они говорят, о, это такая сертификация, будет сложная медицина, это, в общем, проблем много, не будем заниматься. Таким образом, что сегодня нужно инженеру, придумывающему? Нужны компетенции или взаимодействия, или понимание, откуда взять деньги и взять тех, которые доведут это изобретение до ума, до серийного производства. В модели подготовки инженера нужно понимание, не скрывать факт, что ты придумаешь, а кто за это заплатит? Сказать, там, рынок выйдет, это все всегда. Поэтому нужно знание, понимание в области поиска инвесторов. Во вторник я был на защите, я панировал диссертацию МГУ. У них там свой совет, так же, как у вас, да, вот, было венчурное финансирование. Рассказывал специалисты венчурного. Как раз о источниках и возможностях финансирования стартапов и всяких вот этих вещей. Очень интересное предложение, и был у него такой вывод, что все попытки решить задач чтобы инженеры, пришедшие в фонды, там, Роснан, Скулковы и так далее, как правило, были неуспешными, потому что это институциональные инвесторы. Они не рискуют своими деньгами, у них задача, к сожалению, в концепции экономики рост, да, как это распил откат за нос, да, так примерно работает. Нужны частные инвесторы, где их взять? Вот один из аспирантов у меня сейчас занимается вопросами биржи стартапов, очень продвинутые биржи стартапов, то есть читает магистом сейчас, читает, ведет занятия, читает это, сложно сказать, хотя он и аспирант, ну, вроде как не положено, но ведет занятия. Как представить этот стартап? Что такое биржа? Кто потенциальный инвестор? Кто может купить? На каких условиях? На перекупке там прав и так далее. Ребята с большим удовольствием слушают, и это есть, я не говорю, что это компетенция инженера, он должен владеть этим, он должен понимать эти возможности современные. Не просто я сделал, и пусть кто-то там внедряет и жаловаться на жизнь, вот никто меня не понимает, никто меня не любит и так далее. Вот умение коммуницировать с нестандартными источниками, извиняюсь за выражение, всякими там краудфандингами и прочими вещами, в том числе вот, я скептически где-то целый год так как-то думал, ну сейчас аспирант отстанет, может быть надоест, его фамилия хорошая, Иван Лукашенко, такой, да, настойчивый оказался парень. Уже доходит до практических реализаций, находит инвесторов под проекты, он сейчас читает моим специалистам, как оценить риски проекта с точки зрения возможности его финансирования, кто заплатит, за что заплатит, вот сегодня инженеру в подготовке нужны вот эти компоненты, которые, не скрывая, всегда как-то в узах технических чуралец. Но этот аспект выходит на первый план, и если мы преподавательский состав как-то консервативно на это смотрим, я представляю, как это будет предзащита и защита, могут и завалить, да, то молодежь, из молодых, они совершенно в другой ноте, на другую, так сказать, струне, что ли, да, как угодно. Они гораздо лучше понимают, риски есть, колоссальные риски для стартапов, но тем не менее, они в большей мере смотрят в эту сторону, чем надеются на некое государственное финансирование, там, или какое-то институциональное финансирование. Количество студентов, которые способны в состоянии работать в проектах, как всякого хорошего, ограничены. Далеко не все могут. Сколько учиться, вот мне трудно сейчас сказать, я более подробно занимался деталями подготовки системных инженеров. Это первая база, некий технический бакалавриат, ну, 6-8 семестров. Если выбросить кучу ненужных вещей, вы можете вложиться в 6 семестров, а не в 8. Следующий этап, конечно, это известная идея, можно было бы ответить, вам учиться всю жизнь надо, но это не совсем, не совсем так. Значит, нужно обязательно окунуться в практическую деятельность, обязательно поработать, и следующий этап, пару-тройку лет. То есть для подготовки, чтобы уже выйти на рынок с таким мощным потенциалом и зарабатывать деньги, и от 15 до 20 лет уходят. Тогда вы зелый, дорогой, качественный продукт. На этом я хотел бы закончить. Еще раз огромное-огромное спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»